Здравствуйте! В Алтайском крае полторы тысячи человек за год примерили на себя роль заключенного на несколько суток. Такое наказание понесли провинившиеся водители, которые не своевременно оплачивали штраф или штрафы. По данным Краевого ГИБДД в 2014 году за нарушение правил дорожного движения было выписано более 600 тысяч штрафов, из которых почти 13 тысяч были оплачены несвоевременно. Должникам суд назначил наказание в виде двукратного размера от выписанной инспектором суммы, а особо злостным уклонистам административный арест до 15 суток. Поэтому стоит вовремя рассчитываться за свои дорожные оплошности. На этой неделе люди в погонах превратились в учителей. Малышам и подросткам они рассказывали и показывали правила дорожного движения. Если ты к дороге вышел, собран будь и не зевай. Выключай скорее плеер и мобильник выключай. И еще пара новостей о том, что произойдет в будущем. С 1 июля ОСАГО можно будет оформить по интернету. В данный момент решают вопрос о том, как распечатанный на принтере бланк можно будет считать действительным и как проверить его подлинность. Ведь сейчас полис печатают на госзнаке со всеми защитными элементами. В соседней с нами Новосибирской области построят нефтеперерабатывающий завод, который будет выпускать бензин Евро-5. Предприятия хотят разместить на площадке, расположенной в районе города Куйбышева. В ближайшие два года решат бумажно-финансовые вопросы, а выход на проектную мощность запланирован на 2019-й. Предполагается, что в год будут выпускать 3 миллиона тонн нефти. Общая стоимость проекта превышает 39 миллиардов рублей. Пусть ваш путь будет безопасным. До свидания.